Снижение уровней безработицы, производственного травматизма и повышение трудовой мобильности населения в числе главных целей новой государственной программы поддержка занятости населения в Югре. Как достичь основных показателей, обсудили члены общественного совета при Департаменте труда и занятости. О том, что предложили общественники, работодатели и эксперты в сюжете Светланы Кравченко. Снижение уровня производственного травматизма, увеличение численности работающих инвалидов и многое другое. Специально для достижения этих целей в 2019 году разработаны новые подпрограммы. Мы сохранили все те наши мероприятия, которые показали свою эффективность на рынке труда. Одно из ключевых мероприятий – профессиональное обучение женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Только за период с 2012 года такой программы в Югре воспользовались более двух с половиной тысяч человек. Если раньше у нас был заявительный принцип, то есть женщины, которые хотели, они заявлялись и участвовали в мероприятии, то сейчас мы будем активно предлагать эти услуги женщинам, которые хотят и согласятся как раз получить повышение квалификации. Повар, парикмахер, кладовщик швея – самое популярное среди женщин профессии, по которым образование можно получить дистанционно. Финансирование планируют осуществлять за счет окружного бюджета. Всего в этом году при содействии органов службы занятости населения трудоустроено более 20 тысяч человек. Особое внимание уделяют людям с ограниченными возможностями здоровья. Проблем, если судить по цифрам, не существует. У нас самая низкая безработица, меньше 1%, а количество заявленных мест, которые нужны работодателю, очень сильно превышают возможности рынка труда. Но, наверное, вот это самая главная проблема. Специально для решения этой проблемы в программу поддержки занятости населения в Югре с 2019 года включают под программу о переселении в округ соотечественников, проживающих за рубежом. В период до 2020 года планируется привлечь в Югру более 500 специалистов разных сфер деятельности.